Потому что дар языков — это тоже для вашего личного преимущества, нежели для общины. Потому что Павел говорит, что когда мы говорим на языках, мы назидаем себя. И поэтому идет речь вот об этом направлении. Но, как я уже говорил, я смотрю на людей и задаюсь вопросом, приносят ли они плод Духа. Я использую это как критерий, чтобы определить, есть у человека Дух Святой или его нет. Я не использую дары как критерий определения, есть ли Дух внутри человека. И я знаю, что будет много людей, которые не согласятся со Мною. Но когда Ишуа говорил, Он сказал, что они узнают, что вы Мои ученики по любви друг к другу. А в другом месте сказано, что они узнают, что вы Мои ученики по плодам. И здесь мы видим, как Ишуа делает это ударение на плоде, а не на дарах. И это моя точка зрения. А почему вы не говорите на языках, я не знаю. Есть, может быть, тот, что у вас на пути находится. Но если вы привели свою жизнь в порядок и посвятили ее Господу, исповедовали свои грехи, тогда не должно быть причины, почему бы нет. Но также мы должны помнить, что Писание говорит нам, что Дух Святой раздает дары так, как Он и выбирает. Поэтому хорошо желать ей дары, но это не означает, что вы их получите. Потому что Дух Святой, который действует внутри вас, Он может дать вам другие дары. Моя рекомендация, пожелание к вам, чтобы вы не концентрировали свое внимание на том даре, которого у вас нет, но задавайте вопрос, а какие дары у меня есть? Это разный взгляд, подход. Потому что вы как будто застреете. И это не очень, как бы, полезно. Помогает ли это вам? Давайте будем двигаться вперед. Хороший вопрос. Я сейчас сказал бы, что плод влияет на дар. Чем ближе наша жизнь к той жизни, которая угодна Богу, тем более я считаю, что Бог хочет усилить действие дара. Вам нужно просто быть осторожным, чтобы не попасть в такую законическую ситуацию. Если я хороший парень, то Бог мне даст что-то. Это не причина, которой Бог раздает дары. Вы не можете заработать дар. Это факт. Потому что в таком случае это не было бы даром, это была бы награда. Есть разница. Бог дает свои дары. Я думаю, что Он надеется, что это будет ободрять нас, приходить к Нему ближе, жить святую жизнь и убедиться в том, что у нас есть хорошее взаимоотношение с Ним. Это подобно тому, как мы обучаем своих детей. Например, один из моих внуков, он имеет дислексию, и ему трудно в школе. И мы пытаемся его ободрять тем, что мы каждый вечер даем какой-то подарок ему, если он что-то сделал, какие-то хорошие результаты в школе. И это помогает ему и ободряет его. И Бог действует подобным образом иногда с нами. Хорошо? Когда мы рассматриваем пророков в Танахе, мы можем увидеть, что там есть разные пророки. И Бог использует разные пути, чтобы общаться с ними. И поэтому мы также должны быть готовы к тому, что Бог может говорить по-разному. Мы не все одинаковые. Мы все разные. И Бог понимает это. И Бог использует разные методы с каждым из нас. И не фиксируйтесь на одном методе, который вы считаете, что Бог должен общаться с вами. Но понимайте так, что Бог будет общаться с вами так, по тому пути, который Он считает, вы пойметесь наилучшим образом. В Евреям 1, 1, 1, как сказано, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Это говорит нам о том, что Бог использует разных людей, разные пути, разные идеи. И очень часто ошибка, которую допускают, что это должно всегда происходить одинаково. Например, несколько лет назад, может быть, 10-15 лет, если бы вы пришли бы в Пятидесятническую церковь в Финляндии, и кто-то бы дал бы пророческое слово, сказал бы пророческое слово, «И это выглядело бы подобным образом». «И сегодня утром я вам скажу то, что Бог хочет сказать, и я вам это скажу». И будет такой высокий, поднятый, высокий голос, потому что каждый делал так же, одинаково. И это иногда такая ошибка, которую мы повторяем. А у Бога есть разные пути, и Он будет использовать разные пути. Он будет использовать такими, какие вы есть. И Он не хочет, чтобы мы все стали одинаковыми. И в этом тексте, в Евреям 1.1, мы видим это очень ясно. разные пути, разные виды, и они будут передавать Божье послание. И самое важное, чтобы мы передали Божье послание. Бог использует Свой народ в разные времена и в разным образом. И мы также это можем увидеть и в Танахе. И когда Моисей молился о народе в лагере, это в числах 11 глава, 24 по 29 стих, Дух сошел на 70 старейшин. И также Он сошел на двух мужчин, на Элдада и Медода. И Бог попросил 70 прийти к Скини. Но по какой-то причине эти двое мужчин не остались в лагере. Но такие, говорит, Дух Святой, Бог сошел на них, и они начали пророчествовать в лагере. И когда Иисус Навин увидел это, Он начал обращаться к Моисею, и Он сказал, что мне нужно делать? Мне нужно их убить? А Моисей сказал, нет, нет, нет. В стихе 29. И Он там сказал, «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Я верю, что Моисей делился тем, что также было у Бога на сердце. Я верю, что с самого начала Бог хотел, чтобы Его Дух, Он был между людьми. И мы не слышим об этих людях, которые пророчествуют еще далее после этих событий. И это нам говорит о том, что Дух Святой может зайти на вас только однажды, чтобы сказать Слово. Или это может быть повторяющееся, каждый раз за разом. И в одном смысле мы должны просто расслабиться в Духе и просто позволить Духу говорить через нас. Из-за того, что мы пророчествовали один раз, это не говорит о том, что мы обязательно должны делать это всегда. Мы должны фокусироваться на наш взгляд на Господе и на том, что Он хочет. Так как Иешуа держал свой взгляд на Своем Отце. И, как Он сказал, «Я делаю только в виде Отца Творящего». И это также очень важно, когда вы вовлечены в пророческое служение. Как я уже говорил, вы должны будете вести себя и быть настроены на Господа во времена чтения и молитвы, чтобы вы понимали, когда Бог хочет, чтобы вы говорили. И это хороший вопрос. Откуда мне знать, это от Бога или это мои собственные мысли? Немного позже я поговорю об этом. Мы можем понять то, что Бог хочет использовать в нас и передать через нас. И как мы видим использование этого слова «пророк» в числах 11 главе, и мы видим, что это временная занятость впоследствии того, что действие Духа в людях. То же самое было и с Моисеем. У Моисея был постоянная связь с Господом. И Он приносил то слово, которое Бог говорил Ему к народу. Это говорит о том, что могут быть разные времена и сроки в наших жизнях. И будут времена, когда мы можем сильно действовать в пророческом служении. А будут времена, когда у нас не будет ничего в течение длительного времени. И нам нужно иметь мир с Господом в этом вопросе. Если вы чувствуете что-то неправильно, нужно молиться Господу и спрашивать, что это. И потом вы можете решать это. Иногда Дух Святой может уходить от вас. Как я уже говорил, нам нужно жить чистой, непорочной, святой и непорочной жизнью. Потому что Бог хочет использовать чистые сосуды. Поэтому, почему Он использовал золотые сосуды в храме. очищены, готовы для использования. И поэтому нам нужно размышлять о себе таким образом. Убеждены ли мы в том, что мы непорочны. И спрашивать Бога постоянно, чтобы Он нас проверял. Я не знаю, делали ли Вы это до этого момента. Но каждый раз, когда я провожу свое молитвенное время, я говорю Ему, Боже, покажи мне то, с чем мне нужно, что мне нужно исправить. Иногда ничего не происходит. Но есть такие ситуации, когда Бог говорит и показывает мне то, что мне нужно изменить. И потом их нужно исправлять. Непорочность и святость очень важный вопрос, если Вы хотите действовать в пророческом служении. Обратите внимание на то, что я сейчас говорю. Вы можете получить дар от Господа. Но возможность использовать этот дар часто будет зависеть от вашей непорочности, от вашего характера. Это стимул для нас держать наш характер в порядке. Понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь. Дар — это дар. И Вы имеете его. Но Бог хочет использовать этот дар правильным образом. Вот почему наша жизнь с Господом настолько важна. Мы можем увидеть здесь стоячий. Как я уже говорил, что мы можем увидеть здесь уровни, но мне это слово «уровни» не нравится, потому что оно говорит, что кто-то может быть более лучшим, более святой. Но это не то, о чем сейчас я говорю. Но это о возможности быть использованным Богом. Когда мы приходим, чтобы рассмотреть пророчества в Новом Завете, и мы хотим понять, в чем разница, как это действовало в Танахе, и как это действует в Писаниях Нового Завета. Очень интересный момент в Писании, что, если вы смотрите, когда Иешуа до того, как Он пришел, умер и воскрес, речь идет о том, что Дух сходит на человека. А потом это меняется, и в Писании Нового Завета говорится, что Дух Святой в них. И это мы знаем также из того, что Иешуа сказал, ожидайте в Иерусалиме, пока сойдет на вас Дух Святой, и Он будет в вас, и тогда вы будете Моими свидетелями. Это то, что я хочу сейчас здесь добавить. Почему Дух Святой был дан? Кто-то может ответить? Почему Дух Святой был дан? Для того, чтобы давать дары? Или чтобы мы приносили плод? Да, это часть. Почему Дух Святой был здоровым? Я только что цитировал вам это. Деяния, первая глава, восьмой стих. Что там говорится? Быть свидетелями. Это главная цель Духа Святого в вас. Все остальное, это как бы вдобавок. Но Он хочет вас снарядить, как бы это было выглядело, для того, чтобы вы были Его свидетелями. И это как и в дарах, и так же и в плоде. И дар и плод позволяют вам быть свидетелем. Упражняясь в даре, вы можете быть свидетелем. Принося плод от Духа, вы можете быть свидетелем. Моя жизнь, перед тем, как я стал верующим, была полностью в беспорядке. Я по-настоящему не знал, кем я был, откуда я пришел, и что мне нужно делать. Я не хочу рассказывать вам всю историю сейчас, но я хотел совершить самоубийство. И Господь остановил меня. Он организовал все так, чтобы я не мог это сделать. И в ту ночь я увидел одного человека и стал верующим. И с того времени Бог работает в моем сердце, в моей жизни. И чтобы мы понимали, что Бог может изменять обстоятельства, и Его Дух Святой будет сходить на нас, чтобы мы могли быть этими свидетелями для Него. Но люди, которые знали меня до того, как это произошло, они знали, каким человеком я был. Я был байкером. Не хорошим таким. Я изменился полностью из-за того, что Бог сделал в мне. И люди увидели это и начали думать. Если Бог мог изменить Его, Он может изменить меня. Дух, Он снаряжает вас, укрепляет, чтобы вы были этим свидетелем. Что же произошло? Когда Ишуа сошел на небеса, Он сказал, ожидайте в Иерусалиме, и пока Дух Святой сойдет. Мы называем это обетование Отца. И это обращается назад к Иоилю, пророку Иоилю. Иоиля 3.1 Ибо вот в те дни, и в то самое время, когда Я возлющу плен Иуды Иерусалима, ибо будет всякий, кто призовет имя Господне спасется. Это в нашем 2.28. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Ну, мы увидим, что это было обетование. То, о чем говорит Иешуа. Обетование Отца. Что Он и зальет Свой Дух на всякую плоть, на все человечество. Помните, когда мы говорили о Моисеи? Он говорит, что желал бы, чтобы весь народ Божий говорил, пророчествовал. И это было исполнено в День Пятидесятницы. Шавуот. Не будут пророчествовать сыны вашей дочери. Видите, что это было упомянуто в первое. Указывая на то, что это важно, что Бог хочет передать и общаться с народом. Единственная проблема, которая у меня есть касательно этого текста, там сказано, что старцам ваши будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Моя проблема вот в этом. У меня до сих пор есть сны, и я до сих пор вижу видение. Поэтому кто я? Молодой или старый? Где-то посередине. Но Бог может делать удивительные вещи в нас. И это говорит о том, что Деяние 2 глава это очень важный момент в человеческой истории. Это та линия, которая стоит посередине между Танахом и действием Божиим в Новом Завете. Дух Святой был и излился. И с того момента Дух Святой был доступен к всему народу Божьему. И с того момента в некотором смысле весь народ Божий является пророками. И это можно сказать так, что это один тот дар, который каждый человек может получить. Бог хочет, чтобы мы слышали Его голос и передавали Его другим. Но и так же, чтобы мы слышали Его для себя. Но, как я говорил ранее, то, что у вас есть дар пророчества, это не означает, что вы пророк. Мы должны понимать, что это то, в чем мы должны действовать. Это означает, что народ, который рассматривается как пророки в Новом Завете, не могут рассматриваться в той же самой категории, как пророки в Танахе. Это очень хорошо видно на примере Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя говорит, что он последний из пророков времен Танаха. И Ишуа сделал это ясным, когда он проговорил это в Матфея 11.13. «Ибо все пророки из Закон прорекли до Иоанна». Он говорит, что это время закончилось на Иоанне. Но он также говорит, что мы будем продолжать по-новому. И какая же цель пророческого служения после Ишуа? В Танахе все пророки указывали на его пришествие. Но теперь есть изменение акцентов. И это необычно видеть изменение роли пророков в День Пятидесятницы. Когда мы рассматриваем пророков в Новом Завете, мы можем увидеть, что слово «пророк» используется тремя путями. В одном смысле весь народ Божий является пророками. Деяние 2 глава с 16 по 18 стих, где есть цитата пророчества Иоиля, которую мы только что прочитали. Пророчество второе. Пророчество как духовный дар, который дан некоторым верующим, но не всем. Не поймите, постарайтесь понять меня правильно, потому что это звучит немного противоречиво с тем, что я сказал до этого. Но я говорю сейчас о тех людей, пророчествующих, которые находятся под духом пророчества, если так. Но у каждого из нас есть возможность, когда у нас есть отношение с Богом, передавать Слово от Бога, то есть пророчествовать. В 1 Коринфянам 12 глава с 8 по 11 стих. 1 Коринфянам 12 глава с 8 по 11 стих. Я хочу кое-что сказать здесь. Обычно, когда мы говорим о дарах Духа Святого, мы говорим о девяти дарах. Я не полностью соглашаюсь с этим утверждением. Я хотел бы, чтобы мы начали изучать, где мы можем найти дары в Новом Завете, в Писаниях Нового Завета. И в конце концов я нашел 26 даров. Потому что мы привыкли изучать те дары, которые указаны здесь. Но, например, Писание также говорит нам о духовном даре администрирования. Есть некоторое количество путей, как Дух Святой может использовать. Но то, что нам нужно понимать, что это один и тот же Дух, который дает все это. И это они будут использоваться на благо тела Мессии. Это то, что всегда нам нужно помнить. Дары были даны на благо тела Мессии. И это не для вашего личного такого роста и возвеличивания. Вы не получаете корону. И, как я говорил ранее, нам нужно оставаться смиренным. Потому что мы достойны этого. Но из-за Божьей благодати. А следующая причина, по которой пророки были даны телу Мессии, чтобы снаряжать Божий народ на дело служения. Ефесянам 4, 11-12. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. В его переводе «пастухами» — «к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии». Это не то, что вы будете выглядеть лучше, хорошо. Это не тогда, когда люди будут думать, что вы очень духовные. Но это так, чтобы вы могли помогать телу Мессии. Нам нужно держать это в уме, постоянно. Потому что враг будет пытаться обмануть нас. Люди будут пытаться поставить нас, возвести на пьедестал. А иногда мы даже сами себя захотим поставить на пьедестал. Поэтому мы должны понимать, почему дары, они даны. Я немного хочу… Что у нас по расписанию? У нас, если мы задержались… После этого перерыва мы переключимся немного и сделаем практическое задание. Я дам вам небольшое упражнение. Я хочу сделать немножко это легким, простым, чтобы это не было слишком трудно для вас, тяжелое. Чтобы мы увидели, что Бог может действовать даже через нас сейчас. Тогда мы это сейчас закончим с тем… Когда я говорю о том, что весь народ Божий — это пророки. Когда мы говорим и понимаем, что мы говорим от имени Бога, тогда каждый из нас может быть использован в пророческом служении. Как дети Божьи, это наше привилегие быть Вадимом, Духом Божьим. Римлянам 8,14. Все, вводимые Духом Божьим, это Божьи сыны и дочери. Аминь. И цель, которая пришла на Пятидесятницу Духа Святого, — это чтобы мы стали свидетелями. И Дух Святой, Он излился для того, чтобы каждый человек в Божьем народе мог говорить от Бога. И это то, в чем мне нравится ободрять людей. Как я уже говорил, что это не дает вам стать автоматически пророком. Но когда вы читаете книгу Деяния, вы видите, что такие люди, такие существовали. Например, о человеке, который сказан в Деяниях Ахав. И он был известен как пророк в Иерусалиме. И когда он пошел в Антиохию, и пророчествовал над Павлом, и послал его на служение. Но посмотрите здесь очень внимательно, осторожно. Когда вы читаете эту историю в Деяниях, просто прочитайте ее. Когда он пришел к нему, он не пророчествовал ему, что у Павла будет служение. Но он пророчествовал о том, что настало время отделения Павла в служение. Бог его уже призвал по дороге в Дамаск. И сказал ему, что он будет его использовать. В этом смысле, когда Ахав пришел и проговорил к нему, это было подтверждение того, что он уже знал. И очень часто пророческий дар действует таким образом, как подтверждение кому-то того, что они уже знают. Это не всегда так, как будто мы даем первое такое намерение или толчок вперед. Но Бог использует нас как помощь в подтверждении того, что «Я использую тебя», и это пророчество — это подтверждение тебе. И это часть пророческого дара. «Подтверждать то, к чему Бог уже их призвал». Дух Святой, Он доступен каждому. И каждый может говорить от Его имени. Из-за того, что Бог сделал в Павле, послание было распространено по всему миру в то время. Бог использовал эту ситуацию и это преследование, чтобы распространять Евангелие. До того времени Он оставался в Иерусалиме и Иудеи. До того момента, когда Бог сказал, «Вы должны идти до края земли». Но верующие были довольны тем, что происходило в Иерусалиме, все было хорошо. И они просто праздновали вместе, имели хорошее время. И Бог сказал, «Это не то, что Я хотел бы». И поэтому Он послал Павла, чтобы их преследовать. Чтобы они распространились по Иерусалиме, Израилю и всему миру. Но тогда Он обратил к себе Павла и превратил его в великого апостола-язычников. Во многом смысле, это тех людей, которых Бог хочет использовать в Своем Царстве. И я хочу сказать вам, что Бог хочет использовать вас в Своем Царстве. Пойдемте на перерыв. И потом мы вернемся к рамке. Продолжение следует...